Наш спикер Слава поделится своим опытом. Добрый день, Слава, алкоголик. Я думал, что опустился на самое дно, а как вдруг снизу постучали. Вот это место, которое я открыл, я называю «За дно». От слова «ЗАД», там, где я оказался, то есть для меня это была уже моральная смерть. Мое утро начиналось то, что я сразу и блевал, и поносил, и ужасная галлюцинация. И на каком-то этапе я уже понимал, что все, я так больше не могу. И вот оно стрельнуло, эта готовность. Только потом я уже понял, да, через время, что это не я, это работа Бога, который, он был всегда со мной, это я с ним не был как бы. Но это все потом. Я пришел на Гмелук, хотя я уже там был раз пять на Гмелеевке и кодировался, что я только не делал. Я пришел туда, кинул фразу, вот я сейчас тут оклемаюсь, и я буду шагать. Все, конечно, удивились тогда. С Будуна товарищ сказал, и все. Сразу же на первую группу я поехал, стал искать спонсора. Подошел человек, которого я очень давно знал, когда он был там, может быть, с полгода еще где-то в хостеле, мы с ним познакомились. Тут уже у него там срок пять лет, он не чувствует, значит, можно же так. У меня была готовность что-то менять, я понимал, что что-то не то со мной. Я начал шагать. Я сделал круг шагов, но спонсор мне сказал, «Славка, у тебя остались проблемы, что-то недоработанное, ты должен дальше это делать. Что-то у тебя проблемы в четвертом, в пятом, и тебе надо через какое-то время вернуться». Я думаю, да все, уже надо отдохнуть. Уже думаю, все, я это. Ну и чувствовал все равно, внутри у меня была какая-то злоба на людей, у меня что-то оставалось. Я сразу, как бы, знаете, так получилось, опять же, это Бог. На первой же группе или в тот же день человек поднял вот руку, и я понял, что я должен делать дальше. Вот я считаю, что вот, если у тебя есть готовность, в моем случае, мне было все равно. Я ездил с ним, встречался после первой смены, после второй, до работы. Я ездил в другой город, с Ашкелона, я ездил раз в неделю в Ашдот, я встречался в 12 дня, встречался после ночной, там, спал 5-6 часов, я ехал, я встречался со спонсором. Я понимал, что мне надо что-то менять. Естественно, я понимаю, что я не могу измениться полностью, я не изменю свой эгоизм, я не изменю свою вообще, как бы, у меня как не было смирения, его так и нету. Но я могу его сейчас, в данный момент, контролировать на 90%, скажем, да, и то это для меня удача. Для человека, который считал себя конченным, да, вообще конченным человеком, что он вообще-то полный мне удачный. Ноль. Делаешь, что я понял, да нифига я не ноль, просто сам себя загнал в какие-то, сам себе прописал, у меня был такой флаг, скажем, величину с моей мордой, и вот я там на руинах стоял. Я не хотел слушать людей, я хотел ни за кем идти, это первый раз со мной случилось, наверное, так, что я вот верил людям, делал так, как они говорят, не думая о том, что у меня есть свой план. И дальше эта готовность, она у меня и дальше, у меня и подспонсорные, я сам попрошу, чтобы дайте мне поспикерить, потому что у меня очень ужасные страхи, я очень сильно заикался. Я не разговаривал, наверное, лет 10, у меня был, я не могу читать, я очень, вот, публичное выступление, это для меня полное, как бы, да, там, позорное, я думал, как, что. Ну, я понимаю, если я не буду свои страхи таким вот способом, как в этот раз, я специально просил заранее, можно я именно вот в Иерусалиме хочу, потому что я здесь прожил кучу лет, здесь я вырос в своем безумии, да. И вот здесь именно я, мне надо сказать, вот я считаю, что если есть готовность, все равно, как, все равно, где твой спонсор, ты будешь приезжать и делать, потому что это нужно. В первую очередь мне самому, я настолько это, как бы, вот чувствую, да, и проходя шаги, я настолько стал, да, я поверил в Бога, я вообще не знал, он всегда был рядом, это я там что-то придумывал, я сам, что вы меня учите, лечите, и вот так, ну, как бы, у меня все. Спасибо, люблю, нуждаюсь. АПЛОДИСМЕНТЫ